Всем здорова! Давайте поговорим о Люмен. Я как-то полностью забыл о нашем любимом главном герое, а за год Люмен получила очень серьезные изменения. И посмотрев на них, я мягко говоря пришел к выводу, что главный герой это абсолютная имба, которая никак не контрится. Так что сейчас я вам расскажу, почему нужно выбросить всяких хутау на помойку и начинать играть только за Люмен. Ведь вы тоже наверняка забыли, почему же она такая сильная. Поехали! Дубина переговоров, это конечно хорошо, но все мы хотим получить желанную легендарку. И в этом прекрасно поможет Genshin Drop. На Genshin Drop ты всегда можешь выбить примогемы по низкой стоимости. Например, вот этот кейс стоит меньше 50 рублей, а шанс выбить 60 примогемов огромный. Кейсов на сайте очень много, но все мы любим халяву. Ты можешь крутить бесплатные кейсы и легко накопить себе на дорогой кейс кучей примогемов. А благодаря системе апгрейдов теперь это сделать еще проще. На сайте честная система вывода через официальных посредников, так что за свой аккаунт ты можешь не переживать. При выводе достаточно вести только уид из игры. Но и это еще не все. По промокоду CRY30 ты получишь 30% к пополнению. Так чего же ты ждешь? Ставь ролик на паузу и бегом на Genshin Drop. Ссылочка в описании. И первое, почему главный герой имба, это конечно же его 4 стихии. При том, аниме ГГ является моим самым любимым из всех. Поскольку у него очень приятные стяжки и красивые анимации. Геа ГГ всегда славился своим уроном и конечно же полной нейтральностью ко всем стихиям. Электрой я никогда толком не понимал, да и честно говоря мне он никогда не нравился. Но если вам нравится бить током, я думаю он как минимум будет на уровне балл С2. Ну а когда добавили дендера стихию, люмина раскрылась как нельзя лучше. Она буквально стала одной из сильнейших саппортов и сап дд во всей игре. Да у меня даже кореш ее на постоянке юзает и абсолютно доволен. Так что как минимум дендера люмин однозначно достойна вашего внимания. Второе, почему люмин хороша? У вас точно не будет возникать проблем с прокачкой. Все необходимое вы сможете купить или вам дадут по сюжету. Так что вы не будете сидеть как я с сяо и ждать когда же там выпадут нужные ингредиенты для прокачки. Да и с возвышением у вас тоже не возникнет абсолютно никаких проблем. Конечно если вы уже смешарик, а не какой-то там новичок, то для тебя это не такой уж решающий фактор. Но новичкам реально будет в разы легче и они пойдут прямой дорогой вместе с люмин и не будут тратить ресурсы на всех подряд. А это значит что к высоким рангам вы накопите очень большое количество ресурсов. И там уже будете делать выбор кого конкретно прокачивать. Третье, это конечно же незаменимость гг в открытом мире. Вам может это казаться мелочи до первой загадки определенной стихии. И вам нужно залезать в отряды, искать нужного дендера персонажа 20 левела и надеяться, что во время загадок он еще и не отлетит по ходу дела. С люмин же абсолютно все не так. Вы просто в нужном регионе берете нужную стихию у статуи Архонта и спокойненько, не торопясь и ничего не опасаясь, делаете загадку. Ведь при любых раскладах вы большой и сильный. Так что это еще одна причина, почему вы обязательно должны оставить гг у себя в отряде. Четвертый факт, может и не такой важный как предыдущие, но это только на первый взгляд. У вас не будет постоянно меняться персонаж во время прохождения сюжетных или побочных заданий. На первый взгляд незначительная мелочь. Но на самом деле из-за того, что постоянно не дергается камера с переключением персов, сюжет воспринимается как-то целостнее и лучше. Так что даже тут главный герой опять побеждает всех остальных. Ну и финальный. Пятый пункт, почему гг лучший герой в игре. Это конечно же дизайн и стиль персонажа. Это так сказать минимализм и классика. Пока в моду входит всякий хутао с еланиями, которые можно сравнить с ньюскульным рэпом. В то же время, люмен это не устаревающая классика. Она всегда будет актуальна. И лишь настоящие ценители поймут и оценят ее крутость. Так что если ты до сих пор юзаешь люмен и не ведешься на тренды, ты молодец. А написать об этом ты можешь в комментариях. Пока-пока. Вы думали я оставлю вас без анекдота? Нет, ведь лучшим анекдотом будут комментарии про то, что я ни разу не упомянул Итера за весь ролик. Просто спуститесь туда на следующий день и убедитесь сами. Пока-пока. Пока-пока.